Конгресс США может узаконить информационную войну против России и Китая. Сенаторы внесли на рассмотрение законопроект о защите штатов и их союзников от дезинформации. Вашингтон таким образом пытается противостоять растущей популярности российских новостных каналов. Чего бояться, выяснял Александр Хабаров. 70 миллионов зрителей в 38 странах смотрит телеканал RT еженедельно. Это данные исследования Ipsos, одной из самых авторитетных маркетинговых компаний в мире. В Европе и США RT входит в пятерку крупнейших и самых популярных международных информационных телеканалов. Для сравнения, аудитория Deutsche Welle меньше, чем у RT на 20 миллионов зрителей. Несмотря на то, что этот немецкий телеканал вещает уже больше 20 лет. Телеканалу RT 10 лет, можно сказать, уже, а можно всего. И то, и другое будет справедливо. Становление RT здесь, в Лондоне, происходило на наших глазах. От скромного корреспондентского пункта до полноценной редакции, который не только производит свои программы, но и вещает в автономном режиме. Авторы ведущей популярной программы RT Going Underground, Афшин Рафтанзи берется за темы, которые предпочитают замалчивать британские медиа. Мы стараемся говорить о том, что касается 99% британцев. Политических шоу на основных каналах предпочитают пересказывать разные сплетни из Вестминстера, не объясняя, как это связано с жизнью простых людей. А сколько проходят демонстрации, акции протестов рядом с тем же Вестминстером. Но их просто не показывают ни по BBC, ни по другим каналам британского телевидения. Острые темы, независимая от западного истеблишмента точка зрения на события в мире, всё это привлекает зрителя к программам на канале RT. Я уже несколько лет постоянно смотрю RT. Я выбрал его, потому что новости там заметно отличаются от того, что мы видим на других телеканалах. Темы разнообразнее, не замыкаются на одном и том же. Помимо основных событий, много информации о том, что происходит в самых разных частях света. И мне нравится такой глобальный подход. Кандидат мэры Лондона Джордж Гэллоуи – яркий оппозиционный политик. На протяжении 26 лет он был депутатом британского парламента. А ещё вёл своё шоу «Спутник» на телеканале RT. На этом канале никто ни разу не сказал мне, что я должен говорить и о чём я говорить не должен. Так что, предвосхищая заявления западных критиков, которые говорят, что RT даёт работу только тем, кто придерживается какой-то одной политической линии, я утверждаю, что это неправда. Но как раз в Лондоне на телеканал пытаются оказать давление. Британский медиарегулятор Авком уже грозил RT отзывом лицензии. Британские власти осознают, что те взгляды, которые они навязывают аудитории через BBC, другие телеканалы и издания теперь открыто подвергаются сомнению. RT предлагает альтернативную точку зрения. И она обоснована, подтверждена фактами. В этом причина популярности телеканала. И поэтому на него пытаются давить. В США недовольство RT высказывали многие политики, в том числе и бывший госсекретарь, а ныне кандидат президента Хиллари Клинтон. На эти страхи американского истеблишмента российский телеканал ответил с улыбкой, представив себе нынешних американских лидеров, президента Обаму и госсекретаря Керри 20 лет спустя. Экстренные новости из Белого дома. Президент США Эдвард Сноуден только что объявил о начале эры открытости АНБ и ЦРУ. Проклятый рупор пропаганды! Видеошутка мгновенно стала хитом интернета. Неудивительно, если учесть, что на канале YouTube совокупное количество просмотров видео RT уже превысило 3 миллиарда. И по этим показателям российский телеканал более чем в два раза опередил CNN и более чем в 10 раз британскую корпорацию BBC. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон.